Всем привет! В этом уроке мы научимся автоматически запускать клипы по таймкоду в резолюм. Для создания триггера будем использовать параметр smpte offset и обрабатывать его в тач дизайнер. Как только таймкод дойдет до указанного значения, запустится клип и синхронизируется с входящим сигналом. Давайте начнем. Активируем OEC вход в настройках резолюм, также активируем таймкод. Создаем композицию и добавляем клипы. Активируем проигрывание клипов по таймкоду и выставляем offset для клипов. Сохраняем композицию. Изолюм по умолчанию сохраняет все данные в специальную папку в документах. Если открыть папку с композициями, то увидим список файлов с расширением AVC. А если открыть файл с композицией блокнотом, то мы увидим, что он имеет формат XML. Этот формат позволит нам с помощью правильных запросов получить любые данные и параметры из композиции. Переходим в Touch Designer. Открываем папку с композициями. Выбираем созданную ранее композицию. Открываем композицию как файл. С помощью оператора XML выбираем параметры со значением offset. Формотируем данные по колонкам. Создаем еще один оператор XML и выбираем параметры с значением clip и offset. Сейчас мы видим, что в таблице собраны как обычные клипы, так и клип с таймкодом. Нам нужно отсортировать эти значения, чтобы остались только клипы с таймкодом. Большое спасибо Александру Глушенко за способ решения этой задачи. Создаем оператор script. В этом скрипте мы берем значение из таблицы и проверяем, что если в следующей строке есть параметр offset, то выбираем текущую строку. Таким образом мы отсортировали клипы с таймкодом от обычных клипов. Далее мы подключаем таймкод к нашему патчу. Обрабатывать данные мы будем с помощью оператора replicator, который будет повторять выбранный алгоритм в зависимости от заданного шаблона. Для этого необходимо стать оператор, который будет использоваться как шаблон. Создаем контейнер и добавляем два входа для таблиц и один вход для таймкода. Подключаем таблицы к созданным входом. Выбираем из таблицы строки в соответствии с номером контейнера. Для второй таблицы необходимо сделать отступ плюс один, так как в ней присутствует заголовок. Создаем логические операторы, который будет проверять соответствие входящего таймкода со значением offset клипа. Значение offset хранится в формате миллисекунд. Нам необходимо перевести эти значения в секунды, минуты и часы. Для этого создаем оператор execute, который будет срабатывать при каждом срабатывании репликатор. Сдаем переменную часов и формулу для расчета часов из миллисекунд. Сдаем полученные значения для границ в логическом операторе часов. Сдаем переменную минут и формулу для расчета минут из миллисекунд. Сдаем полученные значения для границ в логическом операторе минут. Сдаем переменную секунд и формулу для расчета секунд из миллисекунд. Сдаем полученные значения для границ в логическом операторе секунд. Создаем еще один логический оператор и проверяем, что логика в предыдущих операторах верна. Также создаём триггер, срабатывающий от логического оператора и меняем его настройки. Теперь необходимо подготовить OEC команду, которая будет запускать клип с указанным offset. Сдаём константу и формируем имя команды. Включаем триггер к значению констант. Сдаём выход из контейнер. Сдаём оператор репликатор. Сдаём контейнер как мастер оператор. Сдаём таблицу с клипами как шаблон. Появились новые операторы, созданные репликатором. Если посмотреть них, то увидим, что строение внутри операторов одинаковое, но значение меняет в соответствии с номером родительского контейнера item. Таким образом мы перебираем данные из нашей таблицы и получаем значение позиции и offset для каждого клипа. Для того, чтобы команду OEC отправлять в лизарюм, нам необходимо объединить все выходы из созданных операторов. Сдаём оператор Merge. И дописываем команду, выполняющую автоматическое подключение выходов к оператору Merge. Сдаём оператору ICout и указываем значение, соответствующее значением IC входа в Resolume. Спасибо, что смотрели урок. Готовый патч проекта доступен подписчикам на сервисе Patreon. Большое спасибо всем, кто поддерживает канал и выход новых уроков. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях и я обязательно отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok